Борьба идет против вот этой четверти населения, которое организовано под амафором, пользуясь этим греческим словом, священного писания, то есть святого Корана. И ислам так устроен, что его нельзя объехать на кривой, манипулировать. Там нет папы, там нет патриарха, там нет финального авторитета. Шейху ль-Ислама, который там ставится какими-то правительствами, турецкими еще, можно послать. То есть ты обязан только Корану и сунне пророка, салям Аллаху алейху ассалям, это для тебя ориентирует. Коран и предания, хадисы пророка, это вот для тебя ориентирует. Ты должен их изучать и стремиться их понять. Естественно, расспрашивая тех, кто знает, кто учился. Но при этом не становясь зависимой марионеткой от клирикальной догматикой, то есть будучи независимым верующим, который собирается в братство, в братство таких же независимых верующих. Объехать это нельзя, можно некоторое время их обманывать, можно посылать туда агентуру, внедрять казачков. Но запутать их глобальным образом, так как запутаны, например, католики или протестанты, невозможно. Поэтому у западного политического класса только один выход – силовой конфликт. Что касается общественного массового мнения, на самом деле, ислам намерен поддерживать антисистемные побуждения и настроения в широких массах. Помогать тем же левым, если они дойдут до воскрешения идеи диктатуры пролетариата, почему бы и не помочь.